Северная ривьера Из Большого Петербурга сюда можно добраться примерно за полчаса-час электричкой, либо по Приморскому шоссе на машине или автобусе. Маршрутки любые ходят, и до любых станций метро, и до Финляндского вокзала, и до Старой деревни, и до Черной речки, и до Парнаса, и до Кронштадта, куда угодно, в любом направлении. И в Первомайском можно уехать, в обратном направлении, электрички тоже рядышком, в списании исправно ходят. Предприятий в городе немного, так что многие ездят на работу в Петербург. Кстати, в Сестрорецке, в которой входят и несколько ближайших поселков, проживают около 37 тысяч жителей, но большая часть именно в центральной части города. В ближайшее время здесь появится еще около 4 тысяч жителей. Хотя масштабного строительства в Сестрорецке не ведется, и, наверное, к счастью, тем не менее, за последние 10-12 лет здесь было построено около полутора десятка жилых домов, не считая комплексов малоэтажной застройки. Есть даже свои печально известные долгострои. Самый известный, пожалуй, дом на Приморском шоссе, участок 1, который сейчас достраивается. А на сегодняшний день в активной продаже из крупных строящихся проектов находятся два. Это дом у Разлива на 845 квартир и жилой комплекс Дюна на 616 квартир. Впрочем, планируется редевелопмент территории Сестрорецкого инструментального завода, где также появится жилье. Для комфорта горожан в Сестрорецке есть практически все необходимое. Так, 40-я многопрофильная больница оказывает плановую и экстренную помощь и взрослым, и детям. Причем на сегодняшний день она практически единственное на Северо-Западе медучреждение, оказывающее высокотехнологичную комплексную помощь. Кроме того, помощь врачей можно получить в поликлиниках, хотя, по словам местных жителей, очереди, характерные для подобных учреждений, здесь не редкость. В плане процедур, которые доступны жителям, практически все есть, специалисты тоже все есть. То есть, по записи, если какое-то время подождать, в принципе, все есть. Проблем с торговой инфраструктурой в городе нет. Представлены крупные торговые сети, кроме того, по пути следования мы встретили много небольших продуктовых и хозяйственных магазинов. Магазины все тоже рядом, сейчас супермаркетов очень много здесь построили. Недостатка в детских садах и школах город также не испытывает. Любопытно, что в Сестрорецке многие детские сады имеют собственные имена – умка, эрудит, дельфин. Очень много детских садов, школ. С этим проблем нет. Попасть в детский сад, в школу. С детьми здесь очень комфортно жить в плане природы. Парки гуляем, на каждом дворе детской площадки есть. Очень нравится. Там погуляем, здесь погуляем. Везде ходим, везде знакомые. Все знаем друг друга. Все дети тоже друг друга знают, играют вместе. Парк Дубки – гордость и любимое место отдыха горожан. Это и свежеморской воздух, и детские площадки, и, конечно, занятия спортом. Кстати, сочинский туман, помешавший проведению некоторых соревнований на Олимпиаде, в день нашей съемки добрался и до Сестрорецка. Город, видимо, решил не отставать от Олимпийской столицы. Тем более, что у северного курорта есть свои славные спортивные традиции. Здесь, например, начинал свою спортивную карьеру Всеволод Бобров. Памятник ему установлен в центре города, и, что приятно, юное поколение с гордостью рассказало нам и о выдающемся футболисте и хоккеисте, и о спортивных объектах города. Некоторые из них находятся именно в парке. Несколько лет назад здесь открыли футбольное поле. Рядом находится конно-спортивный клуб, где занимаются в основном любители. Детей очень много. В основном 5, 6, 7 лет сейчас очень популярен. Конечно, в столь юном возрасте ездят на пони, но в дальнейшем эти дети вполне могут превратиться в профессионалов. У нас есть спортсмены клуба, которые выступают на городских соревнованиях, пытаются отобраться на более серьезные старты, там первенство России. Впрочем, в парке каждый может найти занятие по душе. У нас есть и футбол, и хоккей, и танцы, и настольный теннис, и большой теннис. Несколько катков, ну я, по крайней мере, три знаю катка даже. Сейчас там крытый каток, по-моему, собирается строить. Очень много. И спортивной секции много. А еще в Сестрорецке есть музыкальная школа, дом творчества и многое другое. Конечно, нам не удалось посмотреть все, ведь город довольно большой, но практически все жители говорят о том, что жить здесь очень удобно. А девиз Сестрорецка «Город детства и спорта» соответствует увиденному. Единственное, что огорчает, это внутри дворовые дороги, состояние которых оставляет желать лучшего. Ольга Уланова, Андрей Любик, Дмитрий Маклаков, БНТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова